всем привет меня зовут саша это канала вязание это вторая часть нашего совместного проекта total look в общем то я в образе да я только что от фотографировалась на самом деле не очень это конечно легкая история но я получила все равно удовольствие вот единственное конечно хотела сделать фотосессию на улице но я понимаю что я просто не успеваю физически потому что я закончила вязать вчера вечером уже можно сказать в ночи я вам кусочек вставлю или уже вставила но вот и вот он только-только высох и поэтому соответственно я быстро голубым по европам потому что не хочу затягивать сроки но так как я вам обещала все-таки что это будет 31 числа видео вот надеюсь что не будет никаких затыков у меня с ютюбом со всеми всеми делами и вы посмотрите общем то ну что я могу сказать в общем я мега довольна на самом деле я хотя от него очень устала я его долго вязала я перевязывала мне не хватило пряжи я тут крутила вертела как ну как только можно было для того чтобы в итоге это вязать так как я как как я не хотела вот поэтому на самом деле я очень довольна он получился именно таким как я хотела именно ну как сказать в общем такой свободы облегания такой длины с такими рукавами да то есть но я люблю вот такие рукава вот причем что до стирки рукава я три раза перевязывала потому что они я вроде померю все сделаю значит свяжу закрою они вот так ну это просто то есть с таким свитером но вы видите да . но я вам естественно фотографии воду вставляете чтоб тут уже не крутится сильно вот но в общем я очень довольна он получился теплый он получился тонкий но вот я сижу ну дома понятное дело у нас дома тепло вот то есть но действительно тепло мне в нем комфортно может быть чуть-чуть жирковато но вообще комфортно то есть как бы когда это что-то другое эту я немножко задыхаюсь здесь мне все нравится он очень приятный то есть понятно что чувствуется что это не хлопок а что-то такое типа аля шерстяное то есть напомню составы здесь у нас две нитки смешано 1 стопроцентный кашемир без понятия с этого производителя потому что с рук покупала вот и вторая ниточка это 50 меринос и 50 кашемир вот все это дело кардную поэтому пушок есть я постараюсь вам поближе потом показать но мне очень довольна что могу сказать что я ожидала что я быстрее его свяжу но не знаю почему но как-то в общем он у меня достаточно медленно шел вот хотя и спицы четверка и в несколько сложений я вязала в общем что-то я видимо переоценила свои наверное силы вот у него очень очень классный расход где-то в районе 300 грамм где-то 305 304 у него расход но он с большой достаточно свободное облегание и но где-то на размер то есть я ношу с м он я думаю что элька ну вот может быть плюс-минус вот ну в общем короче расслабленные классные в моем стиле и что мне нравится что в моем гардеробе таких цветов нету и почему-то я думала что у меня и обычной одежды ну именно такого цвета как бы нету оказалось что у меня пальто такое типа укороченное пальто как жакет и брюки научно не можно так сказать они практически тон в тон вот с этим вот цветом то есть я думаю что это будет так немножко на контрасте но каково же было мое удивление когда я одела он до стирки чуть-чуть был мне кажется такой погрязнее вот после стирки он стал такой знаете ну благородный я могу назвать это благородным вот и соответственно когда я же говорю что я его одела там со всеми делами тут эти кудряшка хочет вам сказать привет так как я постриглась в общем то все вылазит я еще пока не могу привыкнуть вот в общем то поэтому я немножко в шоке от того что оказывается у меня именно такого цвета ну понятно что можно сейчас сказать что-то заранее не продумала но я не люблю продумать заранее потому что я мне нравится именно эффект это когда ты связал одежду и ты например потом подбираешь под нее какой-то свой лук именно из того что есть я не хотела ничего покупать ну потому что как бы светлая одежда сейчас данная вот конкретно данный момент это не совсем-то одежда которую я ношу но все равно я стараюсь ее как-то в свой гардероб вообще обычный владеть ну потому что особенно сейчас песочницы и так далее да то есть мне просто жалко потому что это все будет удризгано по полной программе а что я хочу сказать в общем я во второй раз довольна этим проектом довольно как у меня что получилось результатами но вот я конечно я же говорю что я переоценила свои силы то есть и я уже позавчера вчера довязывала ну знаете на последнем вздыхании то есть у меня уже просто силы мои заканчивались но как известно если долго мучиться то что-нибудь получится получилось не что-нибудь а классная вещь которая меня радует и очень-очень я уверена будет греть ну и в прямом и в переносном смысле вот и одна будет из любимых вещей потому что я люблю такие вещи вот значит что я хотела сказать высохла быстро ну поэтому что то есть как бы понятно что можно еще докупить например там что-то юбку потому что у меня со светлыми юбками напряженка но я их просто ну не ношу то есть мне не нравится я люблю либо черная юбка карандаш ну либо может быть какие-то такие типа такие фантазийные но опять же то есть я как бы на работу мне такие нельзя было одевать у нас был дресс-код вот а так как бы не всегда в общем и опять же я хотела еще купить юбку но еще достаточно давно но вы знаете есть юбки которые красиво на вешалке на себя одеваешь ты как тетя мотина чайник такие тетки одеваются вот либо ты сразу же становишься меньше хотя мне ну грех жаловаться у меня росту 72-73 я не помню точно поэтому в принципе ну мне не надо да я не боюсь того что меня это может немножко сплюснуть но это как-то совсем некрасиво вот либо зона груди талии и попы да она как-то тоже так вот становится и ты такой широкий и дружище получаешься вот поэтому с юбками у меня как бы не сложилось со светлыми вот но зато брюки у меня есть до штаны и верхняя одежда так что вообще total look просто суперски я уверена что я сейчас успею поносить этот свитер потому что ну хоть у нас сегодня и тепло но в принципе вот в нем будет очень комфортно если сверху одеть а вот например тот же жакет который вы увидите дальше я думаю что будет просто супер так что если честно я очень довольна 500 раз повторяю вот я благодарю вас за внимание пойдемте смотреть вообще образы какие я я не могу сказать что это конечно на улице фотографии были бы лучше но я думаю что я потом в каком-нибудь влоге мы с мужем еще не просто будний день муж на работе а вот как-нибудь выберемся я его попрошу меня пофотографировать и вставлю вам во влоге именно такие более атмосферные фотографии надеюсь что у меня запал не пропадет так что я благодарю вас за внимание пишите пожалуйста ваши комментарии под видео что понравилось что не понравилось как вообще вы считаете этот цвет мне к лицу или может быть у меня бледнит и так далее но просто сейчас она достаточно яркая помада да там но опять же волосы темно но хотя это опять же наконец-то я хочу вам как это поделиться своей радостью что все я отрастила свой цвет волос это мой ну абсолютно натуральный природный цвет волос и я безгранична этому рада потому что в общем то все не надо заниматься больше ерундой и ходить с кусками непонятными волос вот так что мне очень интересно что там сделали девчонки что связали а единственное что у всех ну скажем разный график да и поэтому будет разная дата выхода то есть мы изначально думали что мы выложим все вместе но обстоятельства знаете они такие обстоятельства что в общем то каждый будет выкладывать как получится вот поэтому вы просто следите за обновлениями да вы можете на всех девчонок ну вот подписаться понятное дело плюс поставить колокольчики и новое видео вы не будете пропускать вот так что я с нетерпением буду ждать видео девчонок хочу очень посмотреть что они придумали как они это все просочетали со своими именно образами ну мне вот именно знаете конкретно в данном моменте да конкретно данной вещи важен даже не процесс хотя ну поначалу я получала удовольствие от него мне вот здесь важен результат то что он вписался и я очень надеюсь что у девчонок точно так же что все это дело впишется и это будет замечательно гармонично смотреться дальше в образе девчонки будут носить вот так что все еще раз благодарю вас за внимание пойдемте смотреть постараюсь сейчас поближе показать вам этого красавца показать пушок кашемировый как он вылез ну и рассказать как и что так что все пока пока и так довязала ночи у нас 12 час 30 число завтра должно выйти видео но в общем то делаем наши ставки успеет он высохнуть успею ли я сфотографировать смонтировать и все выпустить но в общем я очень довольна потому что если честно что-то он дался мне совсем как-то нелегко я бы несколько раз перевязывала хотя казалось бы такая простецкая модель но мне хотелось хорошую посадку и вот ну как бы так как я его видела а не так получается плюс у меня пряжи не хватало пришлось тут изгаляться немножко ну в общем как это сказать вымучены выстраданы но я думаю что он будет один из любимых потому что получился классно сейчас жду в то чтобы он раскрылся полностью чтобы все легло так как я хотела потому что мне надо чтобы горловина разошлась чтобы выпрямилось полотно потому что петли скачут ну особенно под конец не вот ну в общем чтобы разошлись резиночки красиво смотрелись ну так что в общем то я уже предвкушаю образ потому что он у меня давно уже в голове ну посмотрим надеюсь что все получится вот так что все он уже у меня отмок сейчас я буду его жамкать чтобы последние какие-то нюансы разошлись и буду его уже полоскать вот я думаю что вы наверное видите что чуть-чуть вода такая немножко грязновато мутная вот он отдает чуть-чуть краски и чуть-чуть ну типа грязи не знаю ну как бы я достаточно ну как недавно но мусолила по сумкам по каким-то поездкам еще где-то поэтому ну возможно и какая-то грязюка есть от рук от штанов там не знаю от машины ну и сами понимаете вот так что все в общем отчиталось надеюсь успею завтра вас порадую видео но если нет соответственно как получится тогда итак ну смотрите поближе в общем то что хочу сказать вот это вот все что у меня осталось я честно говоря еще пока не взвешивала но тем не менее вот у меня по вот этому стопроцентному кашемиру вообще вопросов не было мне его хватало ну я понимала что будет конкретно вот вот здесь вот у меня скажем так вообще изначально из того что у меня должно было остаться это вот даже нет это вот такой вот кусочек ну то здесь совсем вообще ерунда там на пару рядов вот поэтому в общем то мне пришлось разматывать скажем я нашла еще вот такой вот кусочек и здесь было в две нити поэтому я разматывала да и сматывала в три нити вот ну и вот это вот соответственно то что здесь я намотала но опять же здесь не так много пряжи но как бы все равно тем не менее вот так что вот это вот у меня остатки буду думать куда бы их пристроить вот ну и соответственно вот сам на я вот так небрежно положила хочу просто показать вам текстуру полотна не на него это ну вот я думаю что вы видите то есть такой очень нежный очень маленький очень низкий пушок но тем не менее он достаточно густой вот и достаточно волосина длиннючая прицепилась ну вот соответственно и он очень приятным он очень-очень нежный очень-очень такой как-то сказать ну в общем он струящийся получился то есть я думаю что вы видите что он такой вот да но тем не менее он не светится прям по полной программе ну и соответственно то есть вот я хотела чтобы горловина у меня растянулась она в общем-то и растянулась именно после стирки это вот я сейчас с вами рассказал разговаривала да поэтому она вот так немножко заломилась но естественно полежит немножко раз разойдется вот что хочу сказать то есть ну в принципе я вязала я думаю понимаете реглан сверху самый обычный росток значит я хотела рукава и низ обрабатывать вот здесь вот закрывать ну имитация наборного края но я так сделала мне не понравилось он стал очень широкий ну вот такой как бы он вот этот край вот так вот разошелся вот поэтому соответственно как сказать ну то есть я решила не заморачивается и закрыла просто когда одну на одну набрасываешь он получился вроде бы стабильный но тем не менее он вот так вот не расходится ну то есть достаточно такой хороший как мне нравится и видеть эту резинку не держит но тем не менее именно вот такая вот фактурность мне очень нравится она мне собственно гребла нужно ну и точно так же низ у меня связан и закрыт ну то есть вот получается резинка которая не держится но я же говорю что мне она так и надо было и вот просто обычное закрытие когда одну на одну набрасываешь и ну мне кажется они смотрятся достаточно гармонично вот ну соответственно так что вот такое вот полотно у меня получилось вот так вот так вот так что я очень довольна который раз я повторяю вот и соответственно такие вот рукавчики вот такой вот такое вот полотно вот немножко мнется но другой стороны ну и что что теперь вот я принципе увязала чтобы носить на они на него смотреть так что ну я говорю хоть вроде как и пряжи между собой разных но немножко оттенков получилось очень классно и мне нравится именно вот эта вот структура до которая получилась в готовом полотне не знаю будет вам не будет но на камере немножко не видно но здесь есть такие как будто бы еле-еле уловимые розовые какие-то проплешинки и они добавляют ну такого скажем так шарма что ли ну я думаю надеюсь что вы видите пушочек очень он конечно классный вот значит я вязала получается горловину и манжеты на 325 вот а все тело я вязала на четверки можно было вязать в принципе на четверки с половиной но я не хотела чтобы это совсем была такая очень рыхлая история ну поэтому от четверочка сама то так что в общем то не бойтесь миксовать даже если на первый взгляд кажется что может быть пряжи не очень гармонируют по цвету провяжите образец и вы сразу же поймете гармонируют или не очень и и Субтитры сделал DimaTorzok Ставлю себе галочку, что я его связала И у меня наконец-то появился такой большой расслабленный оверсайз свитер Который я очень давно хотела Так что все, благодарю вас за внимание Пишите ваши комментарии, как вам понравилось или не понравилось Что бы изменили, или что бы добавили, или ничего бы не меняли Мне будет очень интересно посмотреть именно взгляд со стороны Потому что я довольна Но опять же, знаете, это бывает такое Я довольна, а со стороны ерунда Поэтому все, благодарю вас еще раз за ваше время Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео Если вам было интересно и понравилось Мне будет это приятно И, соответственно, поможет в развитии моего канала Так что все, желаю всем хорошего дня Хорошего настроения Классной вам пряжи и классных готовых изделий Все, пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!